Мои золотые, всем привет! Сегодня обычный будний день, у меня в гостях много детей. Поэтому, когда я ехал домой, решил заехать в магазин и подумал, а не приготовить ли мне сегодня хот-доги для моих гостей, ну и для моих детей тоже. Хот-доги я сегодня назвал очень просто. Киндер. Мои золотые, все, что было в магазине, то я и купил. Вот такой багет, будет у меня красивый. Сосисечки, одни у меня такие обычные, ганноверские они называются, а вторые у меня такие шпикачечки. Бекончик, морковочка по-корейски, соусы и огурчики малосольные. Мои золотые. Так, ну что, приступим. Первым делом мы подготовим сосиски, потому что их мы будем жарить на гриле. И вообще, хот-доги у меня сегодня будут на гриле. Что я делаю? Смотрите внимательно. Я беру сосисечку ганноверскую, разрезаю аккуратненько ее, беру тоненький слой сырочка и добавляю в эту сосиску ганноверскую. Музыка. 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 Мои золотые, ну вы поняли. В общем, берем сосиску, в нее сырок и оборачиваем все это бекончиком. И зубочисткой фиксируем. Получается вот такая у нас красота, которую мы будем жарить на гриле. Мои золотые, так, мы все подготовили. Сейчас будем жарить наши сосисечки, подготовим батон. Субтитры создавал DimaTorzok Мои золотые, ну что, угольки готовы, начинаем жарить сосисочки. Вначале начнем с ашпикачечек и с бекончика. Две секунды и готово. Сосисочки с сыром и с беконом. Бекончик у нас уже готов. Т Castленки Мои золотые, даже šим Мои золотые, Мои золотые. Ну, я думаю, что вот те сосисочки, которые были с сыром и с бекончиком, они уже готовы. Сейчас весь сыр наш вытащит, зачем нам это нужно? А которые же пикачки, мы еще чуть-чуть поджарим. Посмотрим. Жарятся шпикачечки. Подготовим булочки, аккуратно их разрежем. Раскроем вот так, да? Мои золотые. Шпикачки готовы, достаем. И чуть-чуть поджарим наш хлебушек, совсем чуть-чуть. Но это нужно делать очень быстро, потому что хлеб имеет свойство пригорать очень сильно. Буквально вот так, даже подержим чуть-чуть. Сильно не надо. Нам черное внутри подгорело и не нужно. Еще чуть-чуть, вот он начинает подсыхать. Ну, вот так. Мои золотые, ну что, приступим. Берем хлебушек, будем формировать хот-доги с соусом чуть-чуть, вот так. Потом идет у нас сосисечка, вот так. Потом идет у нас морковка, я прямо так по домашним руками, так что ко мне претензий быть не должно. И маринованный огурчик. И сверху еще можно чуть-чуть соусом, раз это такой у нас соус идет, вот так вот. Опа, вот такой хот-дог, как он? Опа, шикардяо. Сейчас сделаю все, будем кушать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Мои золотые хот-доги, напоминаю, делают для детей. Поэтому и делаю максимально быстро все это, чтобы их покормить. Поэтому из чего есть, из того и делаем. Особо сильно ничего здесь фантастического мы не делаем. Но, вообще, хот-доги, это такая история, когда сюда можно положить все, что вы захотите. Все. Любые ингредиенты. Вообще, главное, чтобы была булочка и колбаска. А иногда можно и без колбаски. Можно там фарш или рыбу. Может быть. Кто как делает. Кстати, интересно. Напишите в комментариях ваши рецепты приготовления хот-догов. Ну что, мои золотые. Самое время покормить моих деток. Это точно. Ну что, будем? Вазя, какой будешь? Выбирай. Выбирай. Ладно, бери вот этот, Саша. Так, Камила. Какой тебе? Вот этот будешь? Будешь? Ладно, тебе еще рано. Мои золотые. Ну что, хот-доги однозначно получились. Разлетелись на ура. Дети съели. Каждый по целому хот-догу. Поставьте мне лайк. Напишите в комментариях, как вы готовите хот-доги. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам за просмотр. Мои золотые. До скорых новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...